У каждого региона Италии есть свои фирменные рецепты. Ну а я продолжаю рассказывать вам о блюдах римской кухни. Кода Алла Вачинара – это рецепт римской кухни, который готовится из бычьих хвостов и различных овощей. Это блюдо названо в честь мясников бойни, которых на римском диалекте называли «вачинари», а слово «кода» в переводе с итальянского – это «хвост». Первое упоминание этого блюда было еще в XIII веке. Рецепт приготовления хвостов родился в самом сердце Рима, в регионе Регула, где жили вачинари. Кода Алла Вачинара считалась королевой квартала. То, что оставалось от туши коровы или быка после того, как ценные части были проданы богатым, хвосты, копыты и все субпродукты отдавали мясникам бойни. Благодаря находчивости римских хозяек в этот период было рождено очень много рецептов, которые не только вошли в историю римской и итальянской кухни, но и дошли до наших времен. По этим рецептам до сих пор готовят не только дома, но и в ресторанах Рима. Среди этих блюд самые знаменитые – это ригатони с соусом пальято. Соус готовится из тонкого кишечника молодого теленка. Три – подтушеный говяжий рубец. В будущем я расскажу подробнее о каждом из них и поделюсь рецептом. Ну и, конечно же, знаменитые тушеные хвосты – кода Алла Ватчинара. Помню, на нашей свадьбе были почти все самые популярные блюда римской кухни, в том числе и тушеные хвосты. Блюда римской кухни были созданы бедными людьми и готовились практически из ничего. Я очень люблю римскую кухню. Она вкусная и здоровая. С хвоста снимали кожу, разделывали на кусочки и варили. Это было то время, когда мясо не очень часто попадало на столы простых людей. У хвостов очень сильный запах. И чтобы этот запах отбить, стали добавлять к хвостам помидоры и сельдерей. Таким образом не только отбили запах, но и обогатили вкус хвостов. А вы знаете, что сельдерей с древних времен пользуется славой и репутацией афродизиака, и что много столетий его запрещали употреблять в пищу перед мессой. Вот такой сильный овощ! В своих воспоминаниях о детстве режиссер Луиджи Маньи рассказывал о том, что в то время родилось несколько унижительных прозвищ тем, кто ел хвосты. Их называли манья-коды – поедатели хвостов. Кода-алавачинара – это блюдо, которое надо есть руками, обсасывать косточки и вымакивать вкусным хлебом наваристый соус. Блюдо пальчики оближешь. В Риме существует два основных варианта приготовления хвостов, где в одном готовится соус на основе горького какао, кедровых орехов и изюма, а другой рецепт намного проще. По этим двум рецептам уже долгое время готовят в ресторанах Рима. Я готовлю сегодня хвосты по самому простому рецепту. У меня полтора килограмма хвостов. Я советую брать вам полтора или три килограмма хвостов, так как процесс приготовления очень долгий и съедается все моментально. В итальянских магазинах бычьи хвосты продают уже нарезанными и готовыми к приготовлению. Хорошо промываем хвосты в проточной воде и подсушиваем бумажным полотенцем. В большую кастрюлю наливаем оливковое масло. Можно также использовать сало или бекон. В то время, когда время еще только начинали готовить хвосты, при приготовлении добавляли говяжьи щечки. Так что экспериментируйте! Припускаем лук и добавляем одну или две целые дольки чеснока. Затем в кастрюлю добавляем хвосты. Как только испарится влага, выброшенная из хвостов, добавляем один стакан сухого белого вина. Готовим до испарения алкоголя. Для приготовления хвостов я буду использовать помидоры в собственном соку. На полтора килограмма хвостов я беру две банки по 850 грамм. Ложкой или деревянной лопаткой разбиваем помидоры на мелкие части и добавляем в кастрюлю хвостам. Процесс приготовления очень длинный – 3 часа. И поэтому нам необходимо добавить воду, чтобы покрыть хвосты. Как только соус закипел, уменьшаем огонь, накрываем крышкой и готовим час. Пришло время добавлять сельдерей, который придаст свежесть блюду. Нам пригодятся листья и черешки. Нарезаю сельдерей на крупные кусочки и добавляю в кастрюлю к хвостам. Перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на медленном огне еще 2 часа. Обязательно помешивайте хвосты и, если необходимо, добавляйте воду. В конце приготовления мясо от косточки должно легко отходить, а соус должен получиться насыщенным и густым. Наберитесь терпения, друзья мои, и вы будете вознаграждены нежным мясом с ароматным и нежным соусом. В 1890 году в районе Тистаччо была открыта бойня. Мясники бойни получали скудную зарплату и в дополнение к ней им отдавали товар, не имеющий рыночной стоимости – это головы и хвосты. В этот период в районе Тистаччо было открыто много таверн, где и до сих пор готовят вкусные хвосты. Вот так из простого блюда, которое ели малообеспеченные люди, оно переросло в популярное и изысканное блюдо, которое теперь хотят попробовать все, и гурманы в том числе. Что же делать с оставшимся соусом? У итальянцев ничего не пропадает. Но, во-первых, когда хозяйка готовит хвосты, на обед на первое она подает пасту с соусом из хвостов, а на второе – хвосты. Хвосты продают не только в Италии, но и в любой мясной лавке мира. Просто на них мало кто обращает внимание. Купите хвосты, попробуйте приготовить, и это блюдо станет одним из ваших любимых. Бычьи хвосты по-римски обожают все. Они просто тают во рту. Самое сложное мы уже приготовили. Теперь осталось отварить пасту в подсоленной воде, добавить соус из бычьих хвостов и посыпать все тертым пармезаном. Сытный обед для всей семьи готов! Радуйте близких простыми и вкусными блюдами римской кухни. И в конце видео я добавлю небольшие видео-зарисовки из продуктовых магазинов. Мы вышли из карантина и первым делом поехали за покупками. На днях буду гулять по городу и сниму для вас новые видео. На этом я буду прощаться с вами. Спасибо вам за все и до новых видео, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok